Я не знаю, кто-то смотрел и не смотрел, на том заседании парламента, где-то решение принималось. Я вышел на трибуну, я депутат, я сказал, меня никто не уполномочивал избирать главу. Вот это было действие, вот с этим я точно была согласна. Если нас избирают, люди должны были знать, что мы еще главу будем избирать. Что после этого нам придется дать. Нас никто не уполномочивал, и мы узурпировали фактически, парламент узурпировал власть. Наделил себя полномочиями, я на втором заседании потом сказал, давайте сделаем оправку внесли. Да, сразу внесли, парламент наделить. Я сказал, давайте тогда сделаем парламентскую республику, если мы так легко себя наделяем полномочиями. Сейчас я почему-то вспомнила, что... Как вы думаете, почему власть так активно участвует в выборах? Против власть, есть конкретно министр, который должен заниматься своими делами, да? Благо, в Васите очень много проблем, но вот тут они, забывая все свои дела, оставляют. И все идут на выборы. Потому что власть формирует... Исполнительная власть. Простите, пожалуйста, вы. Простите вы меня, пожалуйста. Исполнительная власть... У меня здесь есть человек, который еще не выступает. Исполнительная власть, я больше не буду говорить, формирует законодательную... Законодательную власть, я сейчас скажу и выгляну, честно. Надо выходить как-то... Исполнительная власть формирует законодатель. Для чего? Отвечаю. Для того, чтобы контролировать законодательную власть. Вроде бы, должен быть закон, да? То есть парламент это законодательный орган нашей республики. Должны законы делать, которые должны служить во благо людей, народа, да? Исполнять кто должен? Власть, правительство. Но тут не тут, а было. Значит, они не хотят, чтобы кто-то контролировал. Они хотят над законодательной властью. С какой целью? Не надо мне заговаривать. С какой целью? Нет, да вы надо заговаривать. Сейчас у нас есть тема, у нас есть регулярность. Вы бы нарушили, пожалуйста. Ну, пожалуйста, скажите, пока. Вы говорите с вами что-то? Спасибо. Кайтукова моя фамилия, администрация города. Кайтукова моя фамилия, администрация города, отдел общественного деятельности. Это все администрация города, я понимаю, да, пожалуйста. Дорогие коллеги, дело в том, что вот я смотрю на аудиторию, конечно, сегодня, как бы я в числе старших здесь с вами, и на моей памяти первые выборы, когда я была председателем участковой комиссии, несколько лет подряд, несколько раз подряд, потом территориальные комиссии, то есть на всех этапах организации выборов, выборов я участвовала. И вот мое мнение, как одного из и организаторов, и участников выборов, вот в таких небольших республиках, как наша, Осетия, когда она вся на ладони, за день можно всю республику объехать от начала до конца, вот то, что вы сейчас, ребята, предлагаете, прямые выборы, оно абсолютно необязательно должно быть для такой, как наша маленькая республика. Почему необязательно? Потому что вот простым гражданам, им абсолютно все равно, придет, будет глава республики, Мамсура были, Подзая были, там, такой были, кто бы не был, ему абсолютно все равно. Почему ему все равно? Простите, я могу доверить народу себя, турака избрать в парламенте, этот турак им говорит, теперь сидите, я за тебя буду решать. Нет, нет, не в этом дело. Вот что касается районов, сельских поселений, вообще поселений, там, где непосредственно люди должны общаться, вращаться, находить у власти какие-то ответы на свои вопросы, где они друг друга все знают, да? Это мое субъективное просто мнение, да? Как я же говорю, человек, который к выборам прямое отношение имеет. Вот последний выбор, я отошла и попросила руководство города меня не включать ни в одни из этих выборов. Дважды, вот два этапа я ушла, вы заметили это, да? Да, это, да. Но остальной весь опыт, вот мой мне вот подсказывает так, что в районах, на местах, в сельских поселениях, надо, чтобы народ выбирал своего руководителя, и то, вот предлагать должны, опять-таки, вышестоящая власть. Пусть три кандидатуры предложат, ну, выбирать, допустим. А что касается главы республики, поверьте, что удобно, когда центр, та же Москва, ему не безразлично с кем работать. И он, наверное, он определяет и стратегию развития республики, и так далее, и ему. Это вот в моем мнении. И второе, что я хотела сказать. Сейчас, подниму, еще второе. И конкуренцию, и демократию, и там отдельные институты политические, да? Их необходимо расти, да? И вот как ребенка мы иной раз за ручку ведем, и даже когда он в песочнице играет, мы пытаемся за ним наблюдать, так и вот эти институты сразу отпустить, чтобы они были в свободном плавании, невозможно. И не факт, что вот этот ребенок, он вырастет похожим на своих родителей. Как сильно бы мы его не опихали, он может вырастет чуть-чуть другим. Вот как к этому ты относишься? Мне, исходя из того, что ты прежде сказал, интересно ничего, что публичная ноты, да? Нет, абсолютно. То есть к теории о том, что нельзя демократию внедрять в массы сразу, а надо дозировать, а не дозировать. К этому свои слова. Ну, можно и так. Дальше, под... Год назад, мне мой сын, десятилетний, говорит. Папа, мы вот с одноклассниками собрались погулять, вот там-то, там-то, там, сейчас мне надо быть на горячей, я говорю, отлично, не проблема, погуляй, все. Вот, до этого он никогда не гулял один. Я, в принципе, сажусь в машину, сажаю его рядом и понимаю, что, видимо, все-таки он имел в виду, что он хочет без меня погулять. Но привычка держать за руку постоянно, внутри меня давит во мне здравый смысл, и когда я его подвожу уже и понимаю, что он вот сейчас выходит, чтобы гулять без меня, я его хватаю за руку и ничего не могу сказать, и отпустить не могу. Вот. И когда он потихоньку в свою ручку маленькую все-таки вытаскивает и уходит, я ловлю себя на мысль, что у меня глаза намокли. Вот мне 40 лет скоро почти, у меня намокли глаза. Это ощущение того, что... Ну вот, я считаю, это неправильно, так не может быть. Он же всегда, всю жизнь говорил со мной, куда же он идет сейчас без меня. Если мы будем вести всегда за ручку то, что хотим привести, в данном случае весь народ вести за ручку, то у нас вот это отцовское, точнее, у власти, это отцовское никогда не закончится. А ребенок никогда не закончится. То есть, всегда будет считать, что еще рано, что не время, что нельзя, что вот попозже, что не готовы, что... Я почему хотел бы, чтобы мы вернулись к основной теме, в принципе. Мы ведь говорим о том, нужны прямые выборы или нет, и хотим услышать аргументы. Вот я два аргумента услышал, мы их проговорили. Потом мы ушли в РАД, в Единую Россию. Я говорю о том, что Руслан, большое спасибо за откровенность, я не ожидал, если честно, опрос этого. А почему? Ну потому что, переводя спортивного языка на обычный, вы сказали о том, что раньше не было политической конкуренции, поэтому договаривались, сейчас политическая конкуренция появилась, поэтому договорились. Это же факт, это факт, и это отлично, что вы это озвучиваете. 18 лет человек, он должен иметь право голосовать. А еще мы сейчас решаем предостеречь оппозиционную деятельность в виде ее политической составляющей, в том числе составляющей СМИ, от принципа деятельности, чем хуже, тем лучше. Вот очень сильно хотел бы предостеречь, что, причем не только вербально, но часто это оказывается еще и в деле, что надо еще и постараться сделать, чтобы было хуже, для того, чтобы мне как оппозиционной силе, либо там Смичнику было лучше. И не мой ответ здесь, но нельзя быть в оппозиции власти, и потихоньку становясь в оппозицию собственному народу, и очень хорошо. А у тебя один пример, что это было общество? По этому принципу, в принципе. Один пример приведите, чтобы оппозицию специально гадила, грубо говоря, чтобы что-то было плохо. Я не из публики сейчас, в России тоже глупость. В России это тоже глупость. В смысле что? В масштабах в целом страны это тоже глупость, чтобы оппозиция... Назовите мне хоть одну оппозиционную партию, которая бы специально гадила власть. То, что называют... Нет, речь о чем идет. Если оппозиционная партия критикует недостатки, это что называется специально... Я не хочу больше, я о другом. Назовите мне хоть один пункт, чтобы... Я о другом говорю. Возвращайся, не хочу... Вы его уже затрепали, Арсенов. Вот он был один депутат, да, 8 лет один в госпитале. Да, я в принципе о нем. Я в принципе о нем все. Да, ничего, только он 8 лет работал. Ну, Станин Артумович, он плохо работал, как никуда, в вас думают. И он работал против Северной Осетии, против народа Северной Осетии. Да нет же, как вы понимаете... Прошлые заслуги надо... Не, не, тема была такая, что... Он работал во благо Осетии 1,8 лет. Сейчас у нас четверо от Северной Осетии. Сейчас говорим о масштабах российских, не только республиканцев, но и России. Солнышко, если... А можно, пожалуйста, без солнышка разместить? Я забываю имя... Алана. Меня можно называть так. Это злой. Да. Власть, у которой нет оппозиции, это диктатура называется, другого названия нет. Нет, я могу, да, с интересом, могу не помочь, то есть так.